Всем добрый вечер еще раз. Наша команда называется профориентацией. Как вы, наверное, догадались, наше направление это профориентационная работа с выпускниками школ и средних учебных заведений. Для привлечения внимания к нашему вузу. Наш проект называется «Неделя профессий». Но мы хотим отметить, что нашей целью было не введение абсолютно нового проекта в стенах нашего университета, а объединение усилий с уже существующими проектами и организациями в вузе. Например, мы планируем не только совместить нашу работу, но и предложить помощь на дне открытых дверей в работе малого факультета. Также мы хотим, конечно же, добавить что-то новое. И постараемся улучшить представление абитуриентов об обучении в военмехе, о выбранных направлениях подготовки и будущих профессиях. Итак, цели и задачи нашего проекта состоят прежде всего в том, чтобы помочь абитуриентам, которые хотят поступать в наш вуз, полностью погрузиться в студенческую жизнь, а также постараться максимально занести до них информацию о будущей профессии, чтобы уже поступая на выбранное направление абитуриенты понимали, кем они будут работать и чем будут заниматься, получив дипломовые методы. Поставив перед собой цели и задачи, мы постарались максимально расписать методы их решения. Для привлечения внимания студентов к нашему университету будет проводиться агитационная кампания и профориентационная работа непосредственно с выпускниками школ и средних учебных заведений. Ну, то есть это агитационная кампания и профориентационная кампания. Обе кампании будут нацелены на определение специальности каждого выпускника школы и средних учебных заведений. В рамках этого этапа нашего проекта будет проводиться анкетирование, в процессе которого будут выявляться личностные качества и профессиональные наклонности каждого выпускника. Также мы планируем проводить открытые вводные лекции и практические занятия. А для полного погружения в студенческий процесс выпускниками школ и средних учебных заведений будут предложена выездная программа, которую мы назвали «Уикенд без родителей», о котором расскажем чуть позже. К сожалению, очень мало количества выпускников знают о нашем вузе и направлении подготовки в достаточной степени. Мы хотим решить эту проблему с помощью агитационной кампании. Специальная группа студентов будет ходить по школам, список школ, которые могут предоставить эту возможность, будет чуть позже, и рассказывать о нашем вузе, о факультетах с помощью презентации и подготовленных нами брошюр. В них будет рассказываться о дне открытых дверей в стенах университета, о неделе карьеры, о малом факультете и многом другом. Это поможет заинтересовавшимся студентам посетить наш университет и вызвать много нового и интересного. При помощи психолога мы составили анкету, которая поможет будущим студентам определиться с выбором направления подготовки по их интересам и личностным качествам. Этот этап нашего проекта мы хотим предложить провести на дне открытых дверей в актовом зале, например, после официальной части. По итогам анкетирования мы сможем сформировать группы по интересующим их направлениям. Мы будем делить по факультетам, то есть А, Е, И, О и Р. Открытые лекции также возможно проводить во время дня открытых дверей, так как все кафедры открыты для посещения, не возникли проблем с пропуском индустриентов в университет. Также, как вариант, мы хотели предложить записывать на камеру небольшие ролики по 23 минут преподавателей или, допустим, деканам факультетов, которые будут рассказывать о выборном направлении. После этих роликов, допустим, студенты старших курсов будут проводить эти открытые лекции. Практические занятия. Это следующий этап после открытых лекций. На лекциях ребята получают теоретические знания, понятия о том или ином направлении. Затем смогут закрепить их с помощью интерактивных и занимательных практических занятий. Например, физические и химические опыты или попробовать запрограммировать что-то на языке высокого уровня. Эти занятия будут проводить в основном студенты старших курсов, возможно, вегестранты, кого заинтересует данная работа или же сами преподаватели. В наше время информационных технологий малое количество молодых людей знают историю своих городов, а следовательно историю своих учебных заведений. Мы хотим исправить это с помощью небольшого экскурсового истории нашего вуза. Мы считаем, что знакомство выпускников школ и средних учебных заведений с историей воен-меха позволит наглядно показать, чего может добиться человек, ухочевший наш вуз. Например, в следующем году исполнится 30 лет со дня первого полета нашего выпускника Калёва, который совершил 6 полетов в космос, один из которых был ознаменован важнейшим историческим ветком для нашей страны. Космонавт улетел из СССР, а вернулся уже в Российскую Федерацию. Также он выполнил 8 выходов в открытый космос. Мы можем точно сказать, что диплом ВМХ – это путь к успеху. Будущим студентам, заключительным этапом нашего проекта, это будет предложен как раз уикенд без родителей. То есть заинтересованы в этом выпускники школ и средних учебных заведений, будут собраны в группу, и вместе со студентами старших курсов и, может быть, даже преподавателями, будут вывезены на туристическую базу, например, базу «Ракета», которая принадлежит военном мире. Там будут проводиться дополнительные открытые лекции, практические занятия, но уже изучение будет проходить в более глубоком формате. Также выпускникам будет предоставлена возможность лично пообщаться со студентами нашего вуза и узнать что-то новое о студенческой жизни. И в этом, мы уже пообщались, в этом как раз уикенде без родителей нам готов помочь наш военемерский предотряд. В заключении мы хотим рассказать то, что у нас уже готово. У нас готовы анкеты для распределения школьников по интересам и брошюры для проведения агитации в школах и средних учебных заведениях. Брошюры у меня сейчас, я могу простать. Также возможным развитием нашего проекта это сотрудничество с проектом социальной активности, у которых, но они еще будут выступать, они расскажут свою идею, но мы коротко забежим вперед. У них будет создана комната разносторонних интересов, которую они готовы нам предложить для проведения анкетирования, мастер-классов или открытых лекций. Ну и в заключении мы хотим сказать, что вся наша команда, все 10 человек, которые были на втором этапе стаблидера, готовы полностью себя отдать по работе в этом направлении. Спасибо.